Иногда люди думают, что духовная практика всегда где-то в духовном мире, в небесах или исключительно в глубокой медитации. Но забота о самых близких может быть очень реальным и простым примером духовной практики, конечно, если выполняется правильно и искусно. Будда не раз говорил о том, насколько это полезно и хорошо искренне заботиться о своих детях, родителях, братьях, сестрах и друзьях. Будда говорит, и содержание жены, детей, а также честный род занятий, дарение и праведное поведение, и родственникам помощь, безупречные дела – вот что есть высшее благословение. Те из вас, у кого есть дети, знают, насколько много родитель делает для ребенка. Это такой уровень заботы о другом, который мы редко или никогда не проявляем в отношении других живых существ. Вы носите младенца на руках, переодеваете, кормите, терпеливо учите, заботитесь и защищаете его, и все это годами. Ценой больших усилий, если вы любите своего ребенка, вы тратите невероятное количество времени и сил на заботу о нем, особенно сейчас, в 21 веке. Вот слова Будды. Отец и мать делают многое для своих детей. Они заботятся о них, растят их, открывают им этот мир. Отец и мать, сострадательные к своей семье, зовутся первыми учителями. Но есть существенная разница между тем, чтобы просто заботиться о близком человеке, или заботиться о нем, выполняя это как сознательную духовную практику. Как забота о ребенке, супруге, родителе может быть духовной практикой? Первое. Сознательно развивайте свою любовь. Смотрите на ребенка или супруга и погружайтесь в состояние любви, сострадания, заботы. Испытывайте это. Такая простая медитация сделает и вас, и вашу семью намного счастливее. Никто не будет против, все будут только рады. Всем нравится видеть на себе любящий взгляд. И также это оставит очень серьезный положительный отпечаток в вашем уме. Главная разница в том, что вы сознательно управляете своими состояниями и мыслями, развиваете положительное, а не просто переживаете их, как само случилось, само ощутилось. Вы теперь не просто дрейфуете в жизни, а выбираете, куда двигаться. Второе. Готовя для семьи, защищая ребенка, одевая его, делайте это искренне, не ожидая ничего взамен. Отбросьте ожидания о том, чтобы ребенок позаботился о вас в старости или о том, что вы хотите, чтобы он реализовал ваши мечты за вас, о том, чтобы он был каким-то. Просто заботьтесь о нем безвозмездно. И тогда, каждый раз, готовя еду для своего малыша, вы будете накапливать большую благую заслугу и создавать прекрасный отпечаток в своем уме о бескорыстной, искренней заботе о другом живом существе. Не стоит думать, что если я забочусь о семье и близких людях, я теряю время, которое мог бы потратить на духовную практику. Вы направили свою волю на выполнение этого. Выполняете, размышляете, чувствуете. Сейчас я не просто варю кашу для дочки или сына, помогаю жене или родителям. Я забочусь о живом существе. Делайте это бескорыстно, с любовью, состраданием, сознательно развивая это, отбросив ожидания. Не для накопления заслуг, не для будущих выгод или благодарности, а просто ради процесса. Погрузитесь в него и наслаждайтесь, не ожидая ничего от других. Это ваш процесс заботы, ваше дело. Вероятно, ваши дети и не оценят, не запомнят или не поймут, что вы делаете такие сложные вещи для них. Это нормально, это не ваша проблема. Но стоит помнить и о балансе, ненужной излишней жертвенности. Будда учил нас срединному пути, все хорошо в меру и должно быть вменяемо, адекватно реальности. Это процесс ради процесса и ради вашей личной работы над собой, вашего роста и один из прекраснейших процессов. Есть распространенное заблуждение, что мы все вот прямо с рождения умеем отлично и искусно любить. Это не так. У многих эта способность недоразвита или неразвита вообще. Любить еще нужно учиться и тренироваться, не говоря уже о том, чтобы даже научившись любить, стремиться преодолеть свои недостатки, такие как нетерпеливость, раздражительность, гневливость, привычку думать только о себе, чтобы заботиться о других искусно. И делая это сознательно, вы получите великолепные результаты как для вас, так и для тех, о ком вы заботитесь и для всего мира в целом. Если вы не можете быть сострадательным, понимающим, терпеливым, даже к самым близким людям. Какая может быть речь о развитии универсального высокого сострадания ко всем живым существам? Начните с себя и своих близких. Делая так, вы станете меньше раздражаться, у вас появятся дополнительные силы, внимательность, терпение и мотивация. Субтитры создавал DimaTorzok